И я не устаю повторять, что параметр это задача, которую необходимо решать каждому, кто собирается сдать ЕГЭ по профильной математике на 90 плюс баллов. Например, тебе. И параметры на ЕГЭ бывают разные. Бывают очень простые параметры, бывают параметры сложнее. И 2024 год в этом отношении был интересен потому, что там были и совершенно халявные параметры, и параметры достаточно сложные. И сегодня мы посмотрим с вами на один такой параметр, который был на ЕГЭ, например, в Москве. Ты на канале Профиматика, и я Игорь Уколов. Ставь лайк, подписывайся и пошли уничтожать параметры. Итак, наш сегодняшний параметр выглядит вот так. Перед нами система и спрашивается, при каких значениях параметра А эта система имеет два решения. Ну и надо сказать, что это все-таки достаточно нетипичный параметр. Нетипичный он в первую очередь потому, что здесь у нас получается модуль на Y. И вот эта штука, которая очень многих могла поставить в тупик. Особенно тех, кто не ботал вовремя преобразования графиков. Например, на марафоне по параметрам у Профиматики. Ну так вот, давайте разберемся, что же здесь за график. Я сразу скажу, что, конечно, вот первая строчка намекает на то, что это прям хорошо строится. Этот график, эта галочка, она сдвигается влево-вправо. Ну и если мы построим ее, построим вот этот график, то в целом, наверное, нам будет неплохо дальше жить. Ну давайте разберемся тогда со вторым графиком для начала. Итак, что я сделаю? Я напишу 4 модуля Y плюс X квадрат плюс 8X должно быть равно 0. Ну и выражу отсюда модуль Y. Значит, что у меня получается? Смотрите, сразу могу сказать, что здесь у меня это равно минус X квадрат минус 8X. На 4 делю и получается вот такой график. делить на 4. И на этом можно смотреть, как на уравнение с модулем. Можно раскрывать модуль по случаям. И я буду именно тем, кто раскроет модуль по случаям. Я скажу, что у нас Y равен минус X квадрат минус 8X делить на 4. При, соответственно, Y больше либо равно 0. Тогда у нас модуль раскроется с плюсом. Ну и если у нас Y меньше либо равен 0, то здесь будет минус Y равно минус X квадрат минус 8X делить на 4. Потому что модуль раскрылся с минусом. Но мы видим очень много минусов. Давайте мы их уберем. Вот этот минус убираем, вот этот минус убираем. Ну а вместо этого минус просто напишем плюс. И получились два вот таких графика, которые на самом деле парабола. Парабола здесь с ветвями вниз и парабола здесь с ветвями вверх. Ну и давайте мы сразу это построим. Это будет для нас важно. Значит, я сразу на опыте. Значит, здесь у меня X, здесь у меня Y. Это ось XY. Ну и давайте начнем с параболы с ветвями вверх. Как ее можно построить? Наверное, удобнее всего переписать это как 1,4X квадрат плюс 2X. Ну и посчитать вершину параболы. Значит, у меня X вершина. Это минус B на 2А на одну вторую. То есть это минус 4. Ну а Y вершина. Это я минус 4 подставляю. Получается 16 минус 32. Минус 16, минус 16 длительный 4. Это минус 4. Вот. Получается вершина в точке минус 4, минус 4. Ну и еще если вы совсем прямо наблюдательный, то вы, наверное, еще и заметите, что при X равно 0 и при X равно минус 8, у нас числитель становится нулевым. Ну, значит, парабола пересчет ось в точке 0 и в точке 8. Ну и так как нам нужно Y меньше 0, я беру только ту часть, которая снизу. Здесь я беру только ту часть, которая снизу. Так. Теперь давайте сразу я отмечу еще, что это минус 4. Это будет для нас крайне важно. Значит, парабола, которая здесь, она почти такая же. Минус 1 четвертая X квадрат минус 2X. Y равно. Вот. Ну и у нее я тоже могу посчитать X вершину. Минус B это 2 на минус 1 четвертую. Так. 2 на минус 1 четвертую. На минус 1 вторую. Это минус 4. Те же самые минус 4. Ну а Y вершина. Это я минус 4 подставляю. Получается. Смотрите. У меня получается. Ну могу сюда подставлять. В том числе минус 4. Значит, здесь у меня получается минус 4 плюс 8. Получается просто 4. Значит, здесь у меня по X вершина минус. По X минус 4. По Y 4. Ну и на самом деле получается сверху. Давайте здесь синим. Значит, здесь у меня 4. Ну и вот такая вот веточка пошла. Вот. Две параболы. Вот такой вот график. Ну и, казалось бы, уже достаточно большая часть работы сделана. Давайте теперь разберемся, а что такое. И давайте сразу мы понимаем, что вот это относится вот к этой половинке параболы. А вот это относится вот к этой половинке параболы. Нам это будет важно. Давайте теперь разберемся с верхним графиком. Верхний график это на самом деле галочка. Значит, я ее здесь давайте сразу нарисую отдельно. Она сдвинута на A вправо и на минус 4 вниз. То есть, это галочка, у которой начало в точке минус 4. Как вообще понять начало такого графика? Если я беру X равно A, я получаю Y минус 4. Ну и вот у меня получается здесь вот точка A. Ну и пошла раз веточка. Пошла два веточка. Это достаточно типичный график, который должен знать каждый, кто планирует решать параметры. Но самое важное здесь, это понимать, как вот эти ветки задаются. И на самом деле вот эта ветка, у нее уравнение. Это мы раскрываем модуль с плюсом. X минус A минус 4. Ну а вот эта веточка. Это Y равняется, модуль раскрывается с минусом, минус X, плюс A минус 4. Вот. И вот, собственно, давайте мы теперь этот график перенесем вот сюда. Он ездит по прямой минус 4. Смотрите, как удобно. Не зря я отмечал точку минус 4. Ну и он как-то должен пересекаться с нашим вот этим, не знаю, яйцом. Вот он как-то пересекается с яйцом. Ну и давайте, давайте смотреть, какие здесь могут быть пересечения. Я начинаю двигаться с далекого отрицательного A. Вот так вот я нашей галочкой двигаюсь. И первое положение, после которого вообще начинаются пересечения, оно вот такое. Это вот первое положение. Значит, я, наверное, сразу нарисую последнее положение. Оно достаточно симметрично. Это будет последнее положение. Происходит это, когда мы начинаем касаться вот этой вот синей параболы. И дальше мне интересно, конечно, что происходит внутри. А внутри, если я начинаю двигаться, вот эта ветка, у нее два пересечения. Два пересечения до тех пор, пока не начнет вот эта веточка тоже как-то соприкасаться с этим графиком. И здесь я получаю следующее интересное положение. Я его уже нарисую желтым. Оно вот такое. Вот здесь у меня начинается три решения. Касание, раз и два. Когда я начинаю этот желтый график двигать, то у меня отдельно будет случай, когда эта точка попадает вот сюда. Тогда у меня будет раз, два и три решения. Ну и потом их опять будет четыре, потому что вот эта прямая будет пересекать яйцо в двух точках. И вот эта прямая будет пересекать яйцо в двух точках. И так будет до тех пор, пока мы не придем вот такое желтое положение. И, соответственно, у нас опять же будет три решения. Двигая дальше, у нас вот эта ветка будет иметь две точки вот до этого уровня. А вот эта вообще не будет пересекать. То есть у нас получилось на самом деле четыре положения. Первое, второе, третье и четвертое. И вот на самом деле, смотрите, два решения у нас будет вот в этом положении, от вот этого до вот этого. При этом ни одна из границ не входит. Ну, потому что здесь три решения, а здесь только одно. Ну, и то же самое будет отсюда досюда. Значит, на самом деле, мне остается только найти эти положения. И если я их найду, то, соответственно, все, я получу свой ответ. Вот. Ну и здесь начинается самое интересное, потому что все эти положения связаны с касательными. Но, опять же, человек, который получил нормальную подготовку к параметрам, он уже понимает, как искать касание параболой прямой. Это всегда про нулевой дискриминант. Ну и давайте поучимся это делать. Итак, я хочу вот эту синюю, например, параболу вот с этой прямой соприкоснуть. Какое у меня уравнение у параболы? Ну вот, у меня даже стрелочка идет. Это минус одна четвертая, х квадрат, минус два х. А какое у меня уравнение у прямой? Это правая ветка. Значит, я у приравниваю. И мне нужно, чтобы при одинаковых у был ровно один х. То есть касание, это когда парабола и прямая имеют ровно одну точку. То есть когда это квадратное уравнение имеет одно решение. Ну, это прямая, это уравнение. Точнее, приводится к виду 1 четвертая х квадрат минус 3х плюс а плюс 4 равно нулю. Но это уравнение должно иметь одно решение. Ребята, когда квадратное уравнение имеет одно решение? Ну, конечно, здесь вы мне скажете, что когда дискриминант равен нулю. Так, давайте его посчитаем. Дискриминант. Получается, значит, это b квадрат, минус 3 в квадрате 9. Минус 4, значит, минус 4а, минус 4 на минус 1 четвертая это единица. Поэтому плюс а плюс 4 равно нулю. Ну, и тогда получается, что а равно минус 13. А равно минус 13. Так, первое положение, а равно минус 13 найдено. Тут, на самом деле, сразу можно найти четвертое положение. Совсем круто, если вы понимаете, что вот этот график за счет парабол симметричен. Галка тоже симметрична. Значит, на самом, и ось симметрии параболы у нас это а равно минус 4. Не зря здесь минус 4. Поэтому должно вот это положение 1 и положение 4 должны быть симметричны. То есть, на самом деле, если здесь а минус 13, а здесь минус 4, то вот здесь у меня 9. Ну, и значит, вот сюда мне еще плюс 9, то есть здесь должно быть 5. Положение 4 должно быть а равно 5. Но давайте мы с вами все-таки это найдем. Это у нас та же самая парабола. Значит, это было положение 1, теперь положение 4. Это та же самая парабола. Минус 1 четвертая х квадрат минус 2х, но прямая другая. Это левая ветка минус х плюс а минус 4. Минус х плюс а минус 4. Теперь мы взяли уже вот эту веточку, ну, потому что касание слева. Что у нас получается? У нас получается квадратное уравнение минус 1 четвертая х квадрат. Значит так, минус х минус а плюс 4. Я хочу быть равно 0. Мне опять же нужно одно решение, то есть нулевой дискриминант. Ну и тогда дискриминант у меня, дискриминант у меня, это 1, потому что минус 1 в квадрате 1. Дальше минус 1 четвертая умножить на 4, это плюс 1, то есть минус а плюс 4 равно 0. Ну и отсюда я как раз получаю те самые заветные а равно 5, которые я и прогнозировал. То есть вот это положение а равно 5. Симметрия работает. Теперь давайте найдем положение 2. Значит, чем характеризуется положение 2? Положение 2, это парабола, ветви которой направлены вверх, то есть вот эта парабола. 1 четвертая х квадрат плюс 2х должна касаться кого? Левой ветки. Левая ветка это минус х плюс а минус 4. Минус х плюс а минус 4. И теперь отсюда я получаю квадратное уравнение 1 четвертая х квадрат плюс 3х плюс 3х минус а плюс 4. Равно нулю. Ну, по традиции считаем дискриминант. Получается 9. Дальше 1 четвертая на минус 4 минус 1. Минус 1 умножить на минус а это плюс а. Минус 1 умножить на 4 это минус 4. И получается отсюда, что а равно минус 5. Ну, здесь получается, что если дискриминант 0, это а плюс 5. Ну, значит, а равно минус 5. Вот. Вот это положение у нас а равно минус 5. Вот это минус 4. Ну, значит, по логике это должно быть минус 3. Ну, давайте не будем верить на слово, а просто проверим. Третье положение. Опять же, пора была ветви, которой направлены вверх. Значит, должна, соответственно, касаться прямой вот этой вот. Вот этой желтой прямой. То есть, x минус а минус 4. x минус а минус 4. Ну, и тогда получается 1 четвертая x квадрат плюс x плюс а плюс 4 равно нулю. Ну, и хочу опять один корень. То есть, дискриминант хочу посчитать. Дискриминант у меня. Это 1. Дальше здесь 1 четвертая минус а. И минус 4 равно нулю. Получается, минус а минус 3 равно нулю. Ну, значит, а равно минус 3. И все, как мы прогнозировали, так и получилось. А равно минус 3. Вот. Ну, и теперь я понимаю, что два решения у меня будет в случае, если а принадлежит. Давайте вот здесь у меня место есть. Значит, а принадлежит от минус 13 до минус 5. Это от вот этого положения вот до этого. У меня вот эта веточка имеет как раз два пересечения, а эта ветка вообще не имеет пересечения. Объединенное. Второй промежуток от минус 3 до 5. Заметим, что оба промежутка в длину как раз 8 клеток, то есть все симметрично. Вот. Вот такой вот ответ и вот такой параметр. Что хочется сказать? Что несмотря на то, что мы вроде решали одно и то же, и вроде нам было легко, но на самом деле здесь много нюансов. Надо знать сдвиги этого графика, уметь все это строить. Надо уметь строить вот такую параболу. Надо вообще понять, что эта система решается именно графически. Надо уметь анализировать два графика, один из которых движется, другой нет. И надо, конечно, уметь искать касание. А чтобы уметь искать касание, надо понимать, какая часть графика с модулем имеет какое уравнение. Ну, дальше приравнивать, считать нулевой дискриминант. Ребята, я считаю, что эта задача достаточно сложная. И практика показала, что достаточно много ребят, кто вроде неплохо готовился к параметру, все равно эту задачу завалили. Вот, хорошая новость в том, что всему этому, конечно, можно научиться. И, ну, на самом деле, вот при правильной подготовке это действительно задача несложная. То есть, если вы в прошлом году учились бы на курсе профиматики, то для вас, как для большинства ребят, это должна быть достаточно вот такая понятная и легко решаемая задача. У нее есть еще разные всякие способы решения хитрые, которые мы тоже показывали. Даже если здесь не все получается, можно было решить ее по-другому. Но, короче, при грамотной подготовке такие задачи не будут для вас проблемой. Что с этим можно сделать? На самом деле два варианта. Первый. Прийти на курс профиматики. Годовой курс, на котором вы получите системную подготовку не только по параметрам, хотя параметры, кажется, это основная фишка. Это то, чему мы, возможно, умеем учить лучше всех из тех, кто готовит к ЕГЭ. Вот. Ну, а на самом деле вы получите полную всестороннюю подготовку, вы получите индивидуальный подход, вы получите постоянную поддержку. Вы будете готовиться с нами к ЕГЭ с кайфом. И вот сюда я вас приглашаю. Но если ваша цель просто забыть параметры, ребята, лучше нашего марафона по параметрам, который, кстати, включен в годовой курс, еще не придумали ничего. Поэтому, если у вас нет базы по параметрам, и вы не знаете, как зайти в параметр, вам точно, ребята, вот сюда. Вам на марафон, где, соответственно, мы отдельно, там 45 различных навыков, из которых собирается решение параметра. Мы отдельно учим строить вот такие вещи, мы отдельно учим строить вот такие вещи, мы отдельно учим находить касания, мы отдельно учим анализировать графики. Все это распадается на набор приемов, и дальше ваша задача на ЕГЭ просто из набора инструментов, который разложен перед вами, выбрать правильные, которые нужно приложить к этой задаче. Это гораздо проще, чем в панике искать какие-то инструменты, про которые вы еще не знаете, как ими пользоваться. А мы как раз этим инструментом учим, и после этого вот подобные задачи становятся для вас простыми. Поэтому, ребята, очень рекомендую годовой курс, ну а хотите просто параметры, приходите на марафон, вы точно об этом не пожалеете. Ну а с вами был канал Профематика, Игорь Уколов, математика будет понятной, особенно если смотрите здесь, что я вам, собственно, очень желаю делать. Ну а у меня все, до новых встреч, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!